Всем привет! Сегодня я наконец собралась записать видео, коротко рассказав о том, как я долетела и как я здесь устроилась. Сделаю я это на Ванда Бич, наверное, самое известное место в Сиднее. Точнее, самый известный пляж. Сейчас здесь замечательная погода, замечательные волны, в общем, все очень хорошо. Собственно, начну сначала в Москве. Спасибо ребятам, которые меня проводили. Будет день. Было очень приятно, что мне помогли не только с вещами, но и моральным. Поддержали меня. Спасибо ребятам. Сам перелет прошел очень хорошо. Наверное, частично из-за того, что у Бориса Москва-Пекин и Пекин-Сиднее были полупустые и было очень много свободных мест. То есть была возможность немножко лечь даже на сиденьях. Мы летели до Пекина. В общем, мы прилетели 2 часа ночи в Пекин. По московскому времени у нас высадили, собственно, трансфер на пересадку. Я решила пойти в город погулять, потому что 9 часов еще сидеть, и потом еще сидеть 12 часов. Я вышла, собственно, в аэропорт. Он очень большой, там пришлось поездить между терминалами. В итоге где-то в 9 утра я уже была по местному времени. Мы прилетели в 7. В 9 утра я уже была в городе. Походила по улицам, посмотрела, как все. Очень такой город, не знаю, как сказать, такой серенький, но очень как будто отстроенный, но такой какой-то полусоветский. Я не знаю, небоскребы, но они какие-то очень советские, то есть серенькие такие, какие-то все очень стандарты, дома. В общем, не знаю, очень много велосипедистов. Просто невероятно развита сеть велодорожек, мопеды, просто какие-то пенсионеры на мопедах, мужчины офисные на розовых велосипедах. Велосипеды все очень-очень старые, какие-то гремящие, я не знаю, чуть ли уралы какие-то российские. Все ездят в таких масках на лицах, потому что, говорят, там очень плохая экология и просто там даже в вывеске обязательно используйте маски. У меня было очень мало времени, я боялась опоздать на самолет, поэтому я вышла где-то в центре, немножко прошлась и дошла до Ламы Тэмпу. Это, видимо, я так не особо поняла, но это, видимо, дворец Ламы, такой целый ряд дворцов, таких буддийских, наверное, ну, правда, я не знаю. Я просто погуляла, это стоит небольшие деньги, просто посмотреть, очень красиво, на самом деле, такая, ну, очень необычно все для меня, прям очень, все очень красиво и да, странно. В итоге, так как по московскому времени это было все ночь, меня где-то к часу местного дня начало просто выключать, я решила не мучить себя и поехать в аэропорт. Поехала в аэропорт, два часа уже была там, в пять был рейс, я, в общем-то, погуляла еще по аэропорту и, собственно, села на рейс уже в Сидней. На этом рейсе было еще меньше людей и я вообще отхватила себе клевые места, в общем, лежала вытянув ноги в 12 часов. Весь полет я почти проспала, ну, только на еду, собственно, просыпаюсь. Летела я AirChina по перелету, ну, многие, они грешат, что качество сервиса у них не очень, но мне в целом понравилось, потому что... Пили нормально, у меня было заказано заранее спецпитание, потому что это вот, типа, рыба, овощи, фрукты. Поэтому меня это все устраивает, ну, там был один раз вино разносили, по-моему, пиво, что-то такое. Ну, кормили два раза и там и там за перелеты. Ну, не нормально, я не знаю, может быть, кому-то покажется, что не очень. Мне показалось, что я прилетела вообще идеально. Летели мы 12 часов в Сидней, прилетели в 8.20 утра по сиднейскому временем. Ну, достаточно быстро, никаких очередей не было, наверное, в 9.30, в 9.40, наверное, я уже закончила все таможенные и ограниченные дела. Вышла в аэропорт, наконец-то там я дорвалась до Wi-Fi, потому что до этого нигде не было, в Китае вообще не было нигде Wi-Fi. Ну, в смысле, он был, но он какой-то весь был закрыт, никаких Макдональдсов, ничего такого. Вот, можете немножко посмотреть на виды, да, очень хорошо. После того, как я показалась в аэропорту, я, в общем, я планировала ехать сразу на такси, потому что с моими чемоданами. У меня было два чемодана по 20 килограммов примерно, плюс ноутбук, плюс рюкзак. И аэропорт находится почти в центре города, и там, где я сейчас живу, там не слишком далеко от аэропорта. В общем, благодаря отличной услуге такси просто выходишь, у тебя прям выложена такая дорожка, куда идти к такси. Тебя прям сажают в выбранную, там стоит цепочка такси, официальных консет государственных такси, тебя сажают, там по очереди все посаживают. Я доехала минут, наверное, за 15, за 30 долларов до, ну, собственно, дома. Меня там высадили, чемоданы вытащили, я была на месте. То есть там где-то в 10-20, может быть, я уже была, собственно, приехавшим. Вначале мне показался воздух здесь очень влажным таким, как будто, я не знаю, как... Может быть, когда вот после дождя выходит солнце и начинает резко парить, вот такое ощущение было. Но, мне кажется, минут через 5 это все прошло, и было дальше уже совершенно прекрасно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.